Всем привет, друзья! Очень рада, что вы не забываете про мой канал и регулярно заходите ко мне в гости. Сегодня мы с вами будем обсуждать новиночки из фикс прайса, благо есть что обсудить. Появилось несколько новых кружек. Кружка фаянсовая объемом 400 мл. Представлена только в белом цвете, но при этом имеет характерный выпуклый декор. Стоит 99 рублей. Еще один вариант кружки объемом 400 мл и тоже в белом цвете. Подобные кружки мы с вами обсуждали в прошлых видео, но они были без выпуклых точек. Отличительной особенностью этой серии является дно. И за счет того, что хорошо кружечки вставляются одна в другую, на полках будет экономить место. Среди тарелочек заметила новое овальное блюдо. Еще в простонародье их называют селедушницами. Длина 23 см стоит 79 рублей. Лаконичная посуда идеально впишется под любую кухню. А помните, в предыдущих обзорах я вам показывала большие банки двухлитровые от Паша Бахче. Так в этой серии появились еще и маленькие баночки для специй за 33 рубля. Такие баночки стоят намного выгоднее, чем те же самые наборы из подобного плана банок, но только с металлическими крышками. Присмотритесь, выглядят очень красиво и можно ставить в двух положениях. Одна из самых обсуждаемых новинок это деревянный сервировочный поднос. Насколько я понимаю, теперь это будет новая коллекция. И судя по этикетке товара там очень стильный, стоит этот деревянный поднос 299 рублей. Имеет размеры 39 на 15 сантиметров. Выглядит очень красиво. Это клееное дерево бамбук. Выглядит интересно, но вот стоит правда дороговато. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой новой серии. Стеклянная креманочка объемом 200 миллилитров стоит 59 рублей. Креманка-розетка похожа на старые советские варианты хрустальной посуды, но при этом также выглядит стильно и интересно. Ну а вот эту коллекцию посуды мы с вами обсуждали в предыдущих обзорах. Если вдруг не видели, переходите, смотрите, подробно показывала вам эти новые тарелочки. Выглядят они по-весеннему нежно. А еще красиво выглядит кувшин объемом 500 миллилитров. Стоит он 99 рублей. Это маленький кувшинчик, который можно использовать в качестве кувшинчика для подачи сливок или какого-нибудь соуса. Или же делать какие-то быстрые напитки. Красиво, интересно, было бы неплохо, чтобы в этой серии появился и кувшин большего объема. Поддерживая серию стеклянной посуды, Паша Бахче представил нам бульонницы. Большие бульонницы с ручками за 99 рублей. Очень красиво в таких бульонницах будут подаваться прозрачные бульоны с лапшой, например, с яйцом и зеленью. Уместимость 600 миллилитров. Коллекция пластиковых мисок. Эти мисочки представлены в разных цветах, имеют объем 1 литр и стоят они всего лишь 27,5 рублей. Я, честно говоря, не поверила, но потом еще на официальном сайте перепроверила. Да, это сейчас самая низкая цена на пластиковые миски в фикс прайсе. Снова завезли вот эти ажурные этажерки. Трехъярусные этажерки за 249 рублей представлены в двух цветах. Это белая этажерка, на которой нанесены китайские золотые рыбки или же японские, может путаю. А также есть второй вариант этажерки. Он уже в желтом цвете и там цветочный орнамент. Выглядит красиво и, я думаю, в преддверии Пасхи будет уместно смотреться такая этажерка на праздничном столе. Сейчас в продаже имеется огромный выбор различных ножей, но с вами ножи мы уже практически все рассматривали, за исключением маленького ножика топорика. Но не совсем маленького ножика такой увесистый. Стоит он 149 рублей, имеет длину 28 сантиметров, подойдет для разделывания курицы, мяса, а также рыбы. Материал, как всегда, нержавейка. Оригинальный нож-лопатка для пиццы за 99 рублей. И это у нас совмещенная треугольная лопатка, на одной из грани которых приделан металлический круглый ножик. Интересная идея, удобно ли пользоваться пока не знаю. Но, как всегда, наши китайские друзья выдумывают разные гаджеты для нашего с вами удобства. Ну, а остальные полочки выглядят, в принципе, таким образом. Товаров очень и очень много. Из старых коллекций повторные завозы. Ассортимент аксессуаров для кухни у нас большой. Также в дополнение к деревянному сервировочному подносу можно приобрести и деревянную скалку. Длина у нее 43 сантиметра. К сожалению, ценника на эту скалку не было. Но, в отличие от обычных деревянных скалок, тут я хочу отметить отличительную конструкцию. Посмотрите, тут подвижные ручки. То есть, внутри, наверное, находится металлический стержень. Как видите, пластиковые прокладочки. И за счет этого проворачивается скалочка намного лучше. А еще недавно на канале выходил обзор, посвященный товарам для хранения. Ссылочку также оставлю в подсказке сверху. Среди сервировочных салфеток есть разные варианты. Гбеленовые, полупрозрачные, которые я вам показывала ранее. Также есть обычные плотные салфеточки. И сейчас появилась новая коллекция. Это тонкие сервировочные салфетки. На которые, конечно, раскаленные сковороды или горячие кастрюли ставить все-таки не стоит. Но они имеют интересный дизайн с ручками и яркие принты. Новая коллекция прихваток. Прихватки прямоугольной формы. Имеют размеры 14 на 22 сантиметра. Если я не позабыла, то стоят они вроде бы 99 рублей. Если не права, то можете смело меня поправить в комментариях. Но расцветки есть разные. Розовые, коричневые, красивые лавандами с макаронами. К летнему сезону для девчонок привезли новую коллекцию юбок. Это юбки с вот такой сеточкой. Но при этом, посмотрите, внизу сделана дополнительная оборка. Ремешок сделан из блестящей резинки. Стоит 199 рублей. Расцветки есть разные. Пудровая роза, вот такая серая, а также темно-синяя. Выглядит вполне неплохо. И я считаю, что для своей цены юбочки неплохого качества. А также появились в продаже и взрослые плессированные юбки из такой же сетки. У них длина примерно до середины голени. И цена осталась 199 рублей. Еще один вариант одежды для девчонок. Это платье за 249 рублей. Тут у нас верх из хлопка. То есть у нас материал кулерочка. Но и та самая юбка с сеточкой. Некоторые из платьишек могут маломерить. Поэтому, если есть возможность, примерите. И расцветки бывают разные. Например, однотонные. Видела черные платья, видела синие платья. А бывает еще с верхом горошек. Сейчас во всех магазинах нашего города, а сейчас у нас их целых 4, появились в продаже спортивные шорты. Шорты стоят 299 рублей. Тут у нас и яркие вставочки контрастной ткани. Также сетчатые вставочки. Материал состав 95% хлопка произведены. Они в Узбекистане. И есть разные комбинации расцветок. В дополнение к шортам можно приобрести спортивную майку. Это широкая свободная майка с сетчатой спинкой. Да, вот эта сеточка приходится на спинку. Но передняя сторона футболки, а точнее маечки, она просто однотонна. И также бывают таких же расцветок. В принципе, под низ можно надевать спортивные топы, которые также продаются в фикс-прайсе. И получится полноценный комплект. Второй вариант спортивные маечки с сетками по бокам. К сожалению, ценника я не нашла. Но я думаю, тоже будут стоить в районе 299-249 рублей. И комбинируются эти вещи между собой достаточно хорошо. К лету для маленьких детишек примерно 2-3 лет привезли шапочки. Стоят эти шапки 77 рублей. И такие шапки мне нравятся по качеству. Когда у меня была дочка маленькая, постоянно в фикс-прайсе покупала такие бюджетные шапочки. И большой выбор детских кепок. Тут есть разные варианты. В основном это мульчуковые. Пока для девчонок завезли, если только вот сказать, вот такие кепочки с рожками. Стоят они 199 рублей. Выглядит забавно. И расцветки также можно подобрать и для девчонок, и для мальчишек. При этом тоже хочу отметить, что некоторые кепочки могут маломерить. Поэтому без примерки все-таки лучше не покупать. А также снова появились в продаже панамки. И такие панамки подойдут детям, подросткам. А также и для взрослых подойдут универсальные варианты. Есть несколько новых вариантов носочек. Или носочков. Всегда путаю. Это вот такие наборы из пяти пар носок. Представлены они в разных комбинациях. Есть более яркие. Есть спокойные носки китайского производства. Ценника пока еще не было. Но я думаю, если будут стоить бюджетно, то можно и купить. Потому что набор из пяти пар в принципе очень удобен для носки. Несмотря на то, что новогодние праздники уже давно прошли. Но сейчас появились в продаже махровые утепленные носочки. С новогодним принтом. Стоят они 79 рублей. Среди игрушек тоже есть новиночка. Это игровой набор. Называется летающие диски. Два диска идет в комплекте. Цена этой новиночки 349 рублей. Картонные карточки для развития логики малышей. В каждом комплекте по 15 карточек с разными заданиями. И продаются они в разных оформлениях. То есть в разных вариантах оформления. С разными героями мультиков. Диснеевских мультиков. Наших классических мультиков. Новое оформление у пилинг носочков от производителя Fanny Organics. Остались по функционалу они точно такие же. Но вот единственное в этот раз поднялась цена. Теперь эти носочки стоят 199 рублей. Раньше я их покупала за 149. Красивые ободки для девчонок за 79 рублей. Это ободки у нас с коронами. Которые усыпаны блестками. И еще отделаны сеточкой. Продаются в разных цветах. А еще появилось несколько новых расчесок. Вот такие расчески без ручки за 149 рублей. В виде единорожек, крабиков, в виде пчелок. И второй вариант детских расчесок за 149 рублей. На этот раз эти расчески уже с ручками. Имеют маленький компактный размер. Ну и конечно красивый дизайн. Сразу хочу отметить, что у них очень мягкая щетина. Так что подойдут для расчесывания волосиков у совсем маленьких деток. Когда там только появляется пушок. Чтобы детскую головку не травмировать. Набор гофрированной бумаги. Гофрированного картона для детского творчества. Тут у нас 10 листов. 10 цветов. Можно делать различные объемные подделки. Как-то пытаться закручивать. Варианты оформления у нас указаны на обратной стороне. Кстати, очень много книжных новиночек. Но я их уже успела показать вам на книжном канале. Так что переходите, подписываясь. Там все эти книжечки вы можете найти подробнее. И посмотреть, почитать аннотации. А также очень интересная новинка. Это вроде бы называется правильно манго. Называется серия созданной в бездне. И в этой серии представлено аж целых 9 томов. Я ничего, честно говоря, не знаю про этот комикс. Если вдруг кто-то читал, пожалуйста, напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Ну и пока не знаю, сколько он стоит сейчас в фикс прайсе. А еще новиночка среди детских картонных книг за 79 рублей. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по новинкам в фикс прайсе была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиками вверх. Не забывайте, что я есть и в других соцсетях. Поэтому приходите подписывать, чтобы мы всегда были с вами на связи. Продолжение следует...